Вы прям когда заходите на обучение, прям сразу ставите на запись и все. Все умеют это делать? Все, все, я уже поставила на запись. Просто я думала, ты обычно. Все знают, все умеют. То есть, знаете, это вам как раз для инструмента рабочего. Зашли на обучение, хоп, сразу на запись поставили. Для себя, для того, чтобы потом пересмотреть. Я микрофон включила, как расскажу. Я работаю объявлениями по методу Ешковой на сайте ВКонтакте. Приглашаю людей оттуда. У меня идут регистрации именно по объявлению. Объявления людей по работе предлагаю. Мы каждый ваш момент разберем. Кто, что, как делает. И, ну, то есть, как бы, так скажем, обменимся опытом. Так, Гульнара работает в ВКонтакте объявлением. Так, тут еще пишет. Нет, Евгения Краш. Вот, нет. Соцсети. Соцсети. Так, Негора. У меня всего одна регистрация. Я через воскресенье. Я так понял, а Негора работает у нас по списку знакомых, да? Список знакомых. Правильно, Негора говорит? Отлично. Так, Вероника. Правильно? Вероника. Так, Фейсбук. Жень, хочу добавить, что вот Негора не просто приглашает по списку знакомых. У нее получается человек регистрируется и сразу рекрут. То есть, девочка зарегистрировалась ее знакомой и сразу провела заказ. То есть, она вот как-то тут у нее получается именно так. Вот она включает людей в работу. Как она включает людей в работу? По теплому рынку работает или как? Да. Да, по теплому. Сейчас, друзья, мы все это обсудим. Ребят, вот скажем, кто написал Ира Сафронова, Ира Панасейко, Гульнара, Евгения, Негора, Вероника. Мы сейчас с вами, с каждым этот момент, у меня просто есть определенные вопросы, да? На которые бы хотел получить ответ от вас. Вы же все-таки работаете методом. И, возможно, для кого-то другого человека это будет очень полезно, узнать что-то новое для себя, потому что, в принципе, методы пересекаются, да? Но кто-то, может быть, делает одну работу, мало ли, другой там, знаете, как бывает такое, одно слово услышишь, и оно, это одно слово, может перевернуть полностью все. Ира Сафронова, ну подключись, раз у тебя там руки в муке. Слышно меня? Да, слышно. Смотри, я буду задавать вопросы, ты на них отвечай, хорошо? Теперь не слышно, у тебя пауза стоит. Замки, блин! Не ругайся. Еще, что, слышно было, да, извиняюсь. Да, мама, уже заколебала, как будет в этот момент. Говори. Что, мама? Говори, говори уже. Я говорю, смотри, я буду задавать вопросы, а ты на них отвечай, хорошо? Вот по поводу Фейсбука, ты размещаешь там объявления, правильно? Да. У тебя оттуда больше всего идет откликов и регистрации, чем Юла, доски и соцсети, верно? Верно. Да, а скажи, пожалуйста, на Юле что делаешь? На Юле тоже размещаю объявления. Ну, вакансии, да? Да, да, да. Вакансии. А доски, объявления, что делаешь? Ну, можно самое, размещаю вакансии. Вакансии. А соцсети? Размещаю вакансии и также эти. А вот здесь поподробнее, пожалуйста. Вакансии где размещаешь? У себя на странице? Нет, не на странице. Вот расскажи, пожалуйста, поподробнее. Видимо, опять мама зашла. Да. Так, пока Ира там занята. Давайте тогда начнем. Ир. Ух ты, не слышно? Ты куда тоже попадаешь? Да мне мама пытается позвонить. Прекрасно знаешь, что у меня тренер с 8 до 9. Я так специально будто бы. Ладно, это. Короче, у нас в соцсетях, в Одноклассниках, ВКонтакт. Я размещаю. Так, что? А, вакансии. У меня есть группы рабочие, где я размещаю вакансии о работе. В том числе есть группы, которые созданы не мной, но я в них состою. Там я тоже размещаю вакансии. И плюс еще группу по словам, которые я снимаю продукты. Хорошо. А вот у тебя по соцсетям есть отклики? Есть. То есть, ну прям по этим. А можешь поделиться с нами? Ну там скрини. И честно скажу, что у нас этих откидов намного... Зверичные тут как разного. Тоже, секундочку. Все как степи сорвались. Мы всем понадобились именно сейчас. По соцсетям, что ты можешь сказать? По соцсетям еще хочу сказать. В процентном соотношении, конечно, это мизер по сравнению с фейсбуком у меня. Но я пользуюсь сетями только в том случае, если меня не устраивает то количество откликов и собеседований, которые я провела на сегодняшний день. Тогда я подключаюсь с сетями. Может быть, на фейсбуке туда делать больше объявлений, больше действий, больше... Не могу, не могу, не могу. Меня могут заблокировать. Потом тогда просто объявления даже моей вакансии просто не размещают. Я могу попасть в него и банк. А, понятно. Поэтому на этот счет я тоже стараюсь перестраховаться. У меня вот, смотри, у меня вот две группы уже убрали кнопку разместить вакансии. В двух группах. Это уже я сейчас... А новую группу можно там создать? Я создала новую группу. У меня, в общем, в двух старых, которые самые первые я создавала, у меня кнопка вакансии пока еще сохранилась. У всех остальных ее нет. А одной группе... Ну, еще вот третья группа, она чуть-чуть, буквально на недельку-полторы помоложе двух старых групп. И у нее кнопку вакансии убрали буквально недели-полторы-две назад. И вот новую группу тоже создала вчера, на ней тоже нету кнопки вакансии. Ну, вот видишь, ты же об этом как бы... Только вот я сейчас узнала об этом. Все, понятно, понятно. Так, Юла, у тебя есть в утреке? Конечно, есть. Есть. Отклики есть. А по поводу... А по поводу, увы, это самое, регистрации не могу сказать, потому что я уже порой путаюсь, где Юла, а где Фейсбук. Но Фейсбук больше выигрывает, чем Юла. Я у тебя про регистрацию еще пока не спросил, просто про откики мне интересно. Есть ли вообще там какой-то движняк или нет? О, да, 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 есть. Могу даже показать. Так, идем дальше. Так, Ир, которая по насейкам. Да, я отключаюсь. Да, здравствуйте все. А, Ир, здравствуйте. Готова пообщаться. Что? Готова пообщаться. Наконец-то. Ага. А по сути, Тим, расскажите, что делаете? Где вообще? Ну, я еще пока, ну, не то, что не умею, информацию собираю, как объявления размещать там и так далее, группы и все такое. Я пока через коллег бывших учились, ну, через тех, с кем учились и так далее, народ подбираю, просто в виде сообщений получается, в виде вот так вот рассылок и так далее, предложений. Ну, отклики есть, ну, есть парочку пока положительных, но они еще вроде как, ну, в стадии раздумия находятся. Ну, очень много кто занимается в других компаниях. То есть, Мэри Гейт, вот, Кэйвана, она вот вроде как подешевле там у них вроде как по зарплатам все там сразу дают. Мы туда уже пошли, вы, пока эта информация никому не нужна сейчас. Это все понятно, что у людей там какие-то свои там задачи, проблемы, как компания там. Надо работать, когда там пишите их мало. Вот, все, смотрите, вот я новичок, я, я ваш новичок. Вот, вы говорите, работайте по соцсетям, по знакомым. Расскажите мне, что нужно сделать, чтобы пригласить своих знакомых, либо работать соцсетям. То есть, научите меня вот то, чему вы уже научились. Я новичок, я говорю, Ир, я хочу работать в своей команде, вот, ну, нет, я не знаю, как людей приглашать. Расскажите. Здравствуйте, Евгений. Не хотели бы вы иметь дополнительный... Нет, все понятно, ну, я твой новичок уже. Я твой новичок, я зарегистрировался, все. Я к тебе пришел и говорю, Ир, вот, все, я хочу работать, Арифлейм, крутая тема, классный продукт, все супер, денег бабла вижу много, но не знаю, как людей приглашать. Вот, я знаю, что ты приглашаешь знакомых и через соцсети что-то там делаешь. Вот, научи, пожалуйста. Ну, у меня есть определенный материал, кое-какие ссылочки, кое-какие данные, которым научили меня. Если бы вы не против, я могла бы с вами поделиться. Если у вас возникнут кое-какие вопросы, то мы бы могли бы их обсудить. С удовольствием, прямо сейчас. Вот, я сейчас смогу, готов и хочу. Ага. Так, получается, с чего бы вы хотели... А, получается, мне надо объяснить, с чего стоит начать человеку, да, получается, приключиться к работе? Да, я новичок, я пришел к тебе, я зарегистрировался, я у тебя спрашиваю, ну вот, Ир, ну все, вот, что мне... Откуда мне людей брать? Ой, не знаю, да, сейчас чего ответить. В принципе... Вы же сами сказали, что вы работаете в соцсетях, работаете по знакомым, какую-то информацию собираете. Ну да, ну получается, просто общаемся вот в таком плане, то, что, в принципе, если... Ну, то есть, у меня, получается, новички есть, но они еще не зарегистрировались, то есть, получается, еще не дали свое согласие. И вот в этом плане я еще с ними дальше не работала, еще не пробовала, вот, когда он уже согласился. Вот, я, как бы, поэтому не могу сориентироваться сейчас. Я, как бы, пока только подключаю, ну, как бы, ну, уговариваю, может, так не уговариваю, скорее, а предложение делаю там, ну, присоединиться. Ну, вот, у вас появился этот долгожданный новичок, наконец-таки, и его зовут Евгений Галун. Наверное, сейчас многие подумали, вот, блин, мне бы такого новичка бы, а, да? Ну да, я бы тоже так, конечно, подумала. Так, ну вот, я пришел, все, вот, что вот, ну вот... Как, вот, мне, новичку, с чего начать вообще? Как рекрутировать? Как... Ну, сначала было бы необходимо ознакомиться бы с литературой, например, вот, 10 уроков на салфетке было бы вам очень даже, кстати, прочесть. Я бы понял, что уже презентацию бизнеса прочитал, уже все смысл идеи понял, не знаю, как вот, откуда людей приглашать. А, откуда, ну, пожалуйста, можно объявления размещать, различные, там, ну, как говорили, на юле, предложения подработать и так далее, получить дополнительный доход. Вот. В общем-то, в свободное от работы время можно по совместительству и так далее, вот такого характера. Также можно и в других, ну, на других сайтах. Ну, вот. Как-то так. Честно говоря, вот я новичок, ничего не знаю, понял только одно, что какие-то объявления на Юлии размещать, какой-то работе. Ну, да, вот у меня в этом проблема, я, как бы, да, еще не могу начать, как вот вести в работу, сама еще сориентироваться не могу, потому что, ну, в этом никогда этим не занималась, в принципе. Вот мне надо просто один раз попробовать, вот, когда будет конкретный результат, и тогда уже что-то там смогу. А с чего они будут, эти результаты, если ничего не делать? А почему кто-то, я что-то делаю? Может быть, недостаточно? Да, я там не спорю, но я стараюсь. Я говорю, вот у вас появился новичок, вот если с ним не работать, если ему не показать то, что вы делаете, результата не будет, вы будете постоянно, бесконечно искать людей, которые ничего делать не будут. Потому что вы им, ну, не сможете рассказать то, что вы сами делаете. Смотрите, Ир, и все ребят тоже. Как бы я это не просто, вот сейчас такие вопросы задаю, да, я хочу, чтобы вы понимали, что вы, то, что вы научились сами делать, вот то, что вы, вернее, сами делаете, я для этого вас и спросил у каждого, у каждой, кто, где, как рекрутируют. Вы же, наверное, не из потолка это взяли, вы же, наверное, все-таки этим занимаетесь, да, это делаете. И вот то, что вы делаете, то, что вы хотя бы минимум немножко научились, вы этому же можете научить людей, которые к вам придут. А люди будут приходить. Вот, ну, получилось так, раз, и я вот такой, раз, пришел такой авантюрист. Я сам по себе, по жизни вообще авантюрист, да, и такие люди к вам пришли, которые, ну, кто-то авантюрист, тот, который, ай, давай, там, пробует, не боясь все, что угодно. То есть, я вот там, где деньги, да, например, то есть, и такие люди тоже к вам будут приходить, они услышат слово деньги, там, зарабатывают без вложений, все, они скажут, ой, да, давайте, ага, мне это интересно, да, да. Вот, а дальше-то что? Понятное дело, что на уровне вашего навыка и знаний вы не сможете, там, презентацию бизнеса рассказать, научить этому бизнесу, маркетинг-план, там, какие-то еще моменты, да, там, и так далее, там, построение организации. Но вот эти минимальные действия, благодаря которым вы нашли этого человека, вы же как-то его нашли, он же не сам по себе к вам пришел. Не бывает такого же, что вы зарегистрировались, и тут внезапно, откуда ни возьмись, начали люди вам писать. Конечно, было бы это здорово, было бы классно, да. Вы только зарегистрировались, а вам прям пишут и пишут, вы такие, да господи, да откуда вы все вообще узнали, что я зарегистрировался в Арифлейм, и хочу деньги зарабатывать, и вы мне стали все писать, как классно работать с Арифлейм. Но такого же не бывает, правильно? Было бы, конечно, бы клево. Вот. Поэтому мы даем изначальный навык. Вот. И вы им написали, соцсети знакомые. Окей. Вот я пришел, я ваш знакомый. То есть, если вы, там, через знакомых, да, приглашаете кого-то, что-то, и вдруг, я ваш знакомый, Евгений Галун, вы мне сделали предложение, я такой думаю, хм, ну а почему бы и нет? Я же ничего не теряю, в принципе. Ну, как бы, ну, так вот, то есть, здраво, трезво, логически оценить, да, предложение. Ну, что я максимум могу потерять? Только время, максимум, что я могу потерять. Ну, а вдруг получится? Думаю, ну, ладно. Я тебе говорю, Ир, ну, хорошо, да, давай. Ты соединяешься спонсором, например, со мной или с кем-то еще, спонсор расскажет презентацию бизнеса, и потом этот знакомый к тебе обращается, пишет тебе в личку, и говорит, Ир, ну, все, я понял, в принципе, идея прикольная, интересная, мне нравится, а вот, а что делать-то? Где людей-то искать? Как знакомых приглашать? Вот, что вы скажете ему? Я бы посоветовала, то, что, не то, чтобы я сказала, я бы определенную ссылку, например, дала, объяснила, как объявления можно подавать, вот, рассказала, как с этим можно работать, в принципе, на то, чтобы я сама узнала. Ну, дайте мне сюда эту ссылочку, в скайп, можете скинуть? Ну, пока не могу, потому что руки заняты, ребенок на одной руке, а другой телефон. Ясненько. Все, ну, в принципе, вроде бы, как бы это, вроде бы, как бы я ваш знакомый, вроде бы, наверное, я бы приступил к работе, да? Так, хорошо, если бы вы мне дали ссылочку. Дальше, Гульнар, ты работаешь в ВК, объявление.